здравствуйте дорогие друзья меня зовут александр вовненко я директор пушкинского театра дальневосточного федерального университета так сложилось что довольно много времени своей деятельности я посвящаю организации процесса популяризации науки научного знания и вообще сам с большой охотой с большим желанием выступаю с циклом научно-популярных публицистических лекций о прежде всего конечно об искусстве о музыке живописи архитектуре и других направлениях искусства и сегодня мы попытаемся поговорить о том как популяризировать результаты своих исследований как сделать так чтобы ваши работы чтобы ваши знания были не только широко известны но пользовались определенной популярностью чтобы в конце концов лично вы пользовались популярностью среди широкой аудитории в этом смысле наша страна является уникальным дело в том что именно в россии в середине 18 века появился первый научно-популярный журнал я обращу ваше внимание друзья что это был именно журнал который стремился рассказать широкой аудитории не обремененной серьезным знанием о различных достижениях науки о различных открытиях правда к сожалению этот журнал просуществовал не очень много он пожалуй опередил свое время такое тоже бывает но конечно пиком для развития научпопа это стал двадцатый век и в этом смысле наша страна опять же была лидером огромное количество различных журналов были посвящены вопросам популяризации науки научного знания сожалению в силу разных социально экономических причин совсем немного осталось этих журналов этих теле радио передач в живых публика которая постарше наверняка помнят программы очевидное невероятное в мире животных вокруг света сегодня эти программы не идут на центральном телевидении но мы сами знаем что интернет и социальные сети и youtube переполнен различными каналами различными материалами связанными с популяризации нару науки и вот здесь я думаю важно обратить внимание на ключевые я бы сказал признаки ключевые факторы того что можно назвать научпопом почему публика журналисты а мы сами говорим ведь по сути о научно-популярной коммуникации то есть о том виде взаимодействия информационного взаимодействия который связывает как бы сказать три различных сферы это ученые исследователи это широкая аудитория и журналисты которые как правило являются некими посредниками между научным сообществом и широкой аудитории прежде всего друзья для того чтобы мы могли говорить о позиционировании себя в широком пространстве в широкой аудитории необходимо довольно четко для себя прежде всего для себя сформулировать ответ на вопрос почему то или иное мое исследование то или иное мое занятие должно быть интересно обществу что в нем ценного что в нем важного что в нем необходимого для широкой аудитории и здесь надо конечно помнить что публика по ту сторону экрана смартфона по ту сторону газеты она в научных вопросах прежде всего руководствуется ну как бы сказать целеполаганием для чего нужны те или иные исследования что конкретно от этих исследований изменится в моей личной жизни например моей жизни в жизни моих коллег друзей товарищей мы сами знаем что очень многие ученые к сожалению грешат по мнению широкой аудитории они считают что что в исследовании и так это тоже верно что в исследовании важен процесс да конечно но для широкой общественности для широкого круга лиц конечно же важен результат важна конечная цель ради чего происходит это исследование и вот важно чтобы вы сформулировали очень просто лаконично лапидарно зачем происходит это исследование ну возьмем самый простой самый тривиальный пример мы занимаемся исследованием того или иного материала потому что он позволит сэкономить определенные ресурсы в процессе производства и получить вот такие вот такие вот такие материалы и тогда человеку который будет как бы сказать на том конце вашей коммуникации станет понятно доступно зачем происходят те или иные исследования вот к сожалению и мой опыт показывает что очень многие ученые и исследователи забывают о таком конкретном прикладном я бы сказал житейском если угодно смысле вот такой научно-популярной коммуникации еще конечно важно отметить что когда мы выходим из научного сообщества из профессионального сообщества мы меняем с вами стиль языка я напомню что существует четыре стиля языка это научный официально деловой разговорный и публицистический в этом смысле научный и публицистический это стили языка которые во многом друг другу противоречит они противоположны потому что если для научного стиля характерна четкость конкретность апеллирование фактами то для публицистического стиля важным является эмоциональность образность и вот моя рекомендация для всех людей которые стремятся выйти за рамки научного сообщества и вступить в на в такую научно-популярную коммуникацию широкой аудитории попытайтесь говорить с этой аудиторией на не на разговорном не на научном не спускайтесь до жаргона но попытайтесь сделать так чтобы ваша речь была образной эмоциональной яркой и выразительной в конце концов самой интонацией самой подачей своего текста попытайтесь ну что ли убедить заинтересовать показать что лично вы заинтересованы в той теме которую следует для людей это крайне важно потому что тогда они чувствуют вас они вступают с вами контакт на эмоциональном уровне а этот эмоциональный контакт довольно легко так сказать переложить развить до контакта интеллектуального если угодно приведу такой довольно грубый но тем не менее яркий пример мы знаем с вами что маленьких детей когда им читают сказки на ночь чтобы они уснули им не важно текст и мне важно содержание того что вы читаете для них важна интонация то как вы им читаете я не буду говорить о том что этот пример это этот прием характерен и работает со всеми взрослыми но поверьте если ваша речь если ваша интонация будет яркой зажигательной интересной то поверьте мне и взрослая аудитория вступит с вами во взаимодействие еще конечно чрезвычайно важным является активная популяризаторская работа не только как журналиста но и как лектора это довольно непростой жанр вот мы в пушкинском театре регулярно проводим лекции разных исследователей разных ученых дальневосточного федерального университета и они прекрасны они изумительны они восхитительны но далеко не каждому к сожалению удается замотивировать аудиторию сделать свой рассказ не просто концентрированным не просто содержательным очень серьезным но увлекательным интересным занимательным это если угодно особый жанр особое искусство которым нужно овладевать потому что жанр научно-популярной лекции появился в середине девятнадцатого века и стал чрезвычайно важным для развития науч попа и сегодня мы видим как развиваются различные институции например российское общество знания которое стремится популяризировать достижение науки и там коллеги регулярно проводят различные конкурсы среди лекторов с тем чтобы мотивировать выступающих спикеров к тому чтобы их речь их лекции были яркими интересными и разнообразными особо следует конечно же сказать о взаимодействии ученого журналистов сообщества как правило журналисты они лишены свободной минуты у них нет времени погружаться в глубину ваших научных вопросов внимательно вникать в них им просто не до того секрет успеха хорошего взаимодействия с журналистами кроется очень простой вещи нужно отчасти их работу сделать за них написать хороший релиз о вашем исследовании простым доступным понятным языком пометуя о том что в нем должна быть красной строкой красной нитью прослеживаться ключевая идея зачем вы делаете это исследование зачем вы разбираете тот или иной вопрос или ту или иную проблему особо в завершении нашего разговора я хотел бы остановиться на сферах научного знания на областях научного знания которые на мой взгляд могли бы пользоваться особой популярностью среди аудитории среди широкой я думаю что конечно пальму первенства сегодня когда технологии связанные с компьютерами с айти сферой бурно развиваются конечно открытие достижения в этой области пользуется особой популярностью но тут как бы понятно потому что от того каким будет тот или иной материал то или иное соединение зависит как быстро будет работать наш компьютер наш смартфон но я все-таки хотел бы обратить внимание что особой популярностью среди широкой аудитории пользуются и гуманитарные сферы например история ну скажем вот во владивостоке за последнее время появилось довольно много разных лекторов и экскурсоводов которые активно популяризируют историю города владивостока владивостоку 162 года а в этой истории поверьте мне очень много темных пятен и белых верни наоборот белых пятен и темных дыр черных дыр и поэтому очень много людей этой истории интересуются и коллеги не имея иногда профессионального исторического образования пытаются в эту сферу зайти и ее заполнить своими знаниями и пользуются поверьте мне пользуются довольно большой популярностью и даже могут на этом зарабатывать деньги конечно людям всегда интересно разговаривать об искусстве я это знаю по себе на мои научно-популярные лекции приходит довольно большое количество разных людей им интересно как то или иное произведение искусства влияет на них почему эта картина производит ошеломляющий эффект почему эта картина им кажется совершенно бездарной а на самом деле всемирно признанным шедевром вот эти вопросы всегда будут пользоваться особой популярностью особым интересом я думаю что не менее важными являются скажем так социально-экономические сферы людям постоянно нужна экспертиза значимый авторитетный комментарий о том или ином процессе о том или ином явлении в общественной экономической или политической жизни общества страны здесь важно себя лично зарекомендовать как качественного компетентного лапидарного и широко осведомленного эксперта если поверьте если журналисты поймут что вы можете дать авторитетный комментарий профессиональный комментарий по довольно широкому спектру вопросов они будут вам постоянно обращаться и соответственно упоминать вас ссылаться на вас ваших материалов завершение нашего разговора я хотел бы предложить вам начать свой выход в широкое общественное пространство именно с жанра публичной лекции вы можете ее организовать и провести на скажем пушкинском театре здесь же важно чтобы вас слушала аудитория совершенно неподготовленная абсолютно существующая вне контекста вашего исследования или тех проблем которыми вы занимаетесь поверьте через две-три публичные лекции для широкой аудитории вы будете чувствовать себя гораздо увереннее потому что во первых научитесь взаимодействовать во вторых вы поймете ваши сильные и слабые стороны а значит в своем выступлении будете делать ставку на то в чем вы сильны и элегантно уходить от того в чем вы менее сильны и менее может быть даже компетентны желаю вам удачи и помните что популяризация науки это одна из очень важных миссий людей которые ею занимаются не имеет смысла серьезно погружаться в исследование той или иной важной проблемы если тебе нет эмоциональных сил если тебе нет большой потребности рассказать об этой проблеме людям и предоставить людям ее решение и и и и Субтитры сделал DimaTorzok